итак снова здравствуйте сегодня мы на канале обсудим что же нужно разведчику начинающему когда вы грубо говоря с утра проснулись мыслью что вам охота повоевать да то есть там заняться может тактическими играми там податься какие-то клубы вот что нужно вообще сейчас современному бойцу в 2020 году для того чтобы грамотно и ну так сказать без стресса столкнуться с экстремальными ситуациями на поле боя ну и собственно начнем я не буду касаться там оружие каких-то систем разведки и прочее все простой минимум и так термобелье термофутболка с длинными рукавами чтобы быстро сохла на вот тому что приходится очень много бегать потеть до камуфляж без разницы какого у вас там будет разину цвета мне вот очень по душе вот такой британский мтп мне нравится пошив потому что здесь есть вентиляция есть куча карманов и капюшон то есть это плюс ткань пропитана каким-то легким таким силиконом наверное и небольшой моросящий дождик она выдерживает при этом она не горит ну так сильно это понятно и держит ветки когда ты ползешь по грязи собственно что касается головного убора я предпочитаю бейсболки ну все это не так принципиально обязательно наличие перчаток то есть вот представляете вот они видите какие черные эта работа с костром с полосой препятствий с ветками ползешь копаешь то есть вот такой расклад перчатки нету таких тактических возьмите просто строительные то есть я пока не буду называть там модели что вы должны купить обязательно напрячься и купить black half к там ебать купите обычные перчатки любые начните с этого но они должны быть дальше в карман я убираю вот такой набор то есть понятно что у вас будет там какой-то телефон еще что-то там ключи деньги там это все понятно я собрал такой набор то есть он в кармане куртки со мной в любом походе это аварийный набор где есть покушать какая-то простенькая аптечка покрывала спасательное там средство разведения огня маленький маленький фонарик аварийный то есть он умещается в обычный карман вот такой также у меня в другом кармане есть шарф вот такой баф да вот шарф труба есть летний есть зимний флисовый вот то есть это мне позволяет действовать в разных температурах и из одежды самое главное ребята это обувь нету денег на трекинговую дорогую обувь купаете либо бы ушную вот чтобы прикинуть какая вам лучше подойдет я об этом выложил кучу видео либо банально берцы из кожи чтобы и дождь и слякоть и грязь и холод все переносилась вами легко дальше второй эшелон наш это разгрузочный жилет кто мы не трогаем такую тему как каской бронежилет потому что не всегда они нужны и для особенно для начинающих да то есть кто-то вот на этом закончит можно сказать побегает напряжется поймет что лучше играть шахматы и world of tanks на компьютере да собственно перед вами британская рпс разгрузочная поясная система очень мне нравится тем что ремонтопригодна то есть можно отстегнуть испорченный подсумок выкинуть потому что у меня были случаи пробития прожигания британская вещь дешевая очень безумно прочная то есть вот в таком состоянии при еженедельной эксплуатации разгрузник только у меня уже буквально восемь лет собственно он легко стирается то есть что какие вещи на разгрузке должны быть на рпс ки ну помимо пояса до с быстро сбросом на спине три сухарки идет то есть здесь в одной бутылка до плюс там какая-то мелочевка в другой меня сейчас пусто я покажу почему в третье у меня аптечка и тоже всякие вот мелочевки я предпочитаю тут таблетки 94 год 94 год охренеть что было в российской армии в девяносто четвертом году это вообще был ужас вот то есть кто-то предпочитает там отрывные не отрывные то есть у меня все боевое вот у меня несессор под мелочевку всякую он на привязи достал то есть этот аптечка дальше чехол под нож то есть большой нож каждый выбирает свой если у вас по задачам есть пистолет то кобура да то есть без кобуры пистолет неудобно носить под магазины здесь по 4 магазина то есть два и два отдельно обязательно подсумок под гранаты чтобы быстро извлечь гранату подсумок под радиостанцию всякие навороты типа там маяки какие-то четки там и прочее это барахло который там обживается каждый также следующее что я себе купил это утилитарка вот она раскрывается вот так здесь у меня набор для чистки оружия и gps навигатор собственно фляжки я еще сюда запихиваю несколько шоколадок или сушеное мясо в пакетиках раскладываю средний подсумок то есть либо идет под боеприпасы продукты либо у меня есть вот такой вот пончо можно начать с китайского за 500 рублей потом уже приобрести что-то серьезное обзор на это пончо я выложу позже это голландское боевое очень классное пончо вот почему то есть в сочетании вот с этой курткой ты например легкий дождик перенес он усиливается сильные дожди редко идут долго то есть ты достал буквально из-под сумка пончо накрылся со снаряжением с рюкзаком я даже меня под это пончо человек 3 пряталась если у тебя стоят задачи выходного дня то принципе небольшим рюкзачком ты отделаешься не обязательно брать прям супер боевой можно взять день-то бушный наш рюкзак вот то есть у меня я уже пошел дальше тут у меня боевой британский здесь меня пакетики да такие водонепроницаемые мешочки сух паек да и бутылка с водой полторашка то есть не обязательно таскать там какие-то супер гидраторы что-то еще там маскировки также если вот у меня здесь есть маск сеть специальная если вы хотите так потренироваться покопать можно взять саперную лопату еще с собой она у меня просто сейчас вот закреплена здесь на большом экспедиционе ки вот она это рюкзак больше 70 литров для уже хождения с ночевками там там есть спальник коврик вот продуктовый мой набор сейчас покажу вот такой скомпонован то есть он лежит рюкзаке сейчас разложу его вот то есть тут так как аварийный паек у меня горелка кружка раскладная ложка пюрешка орешки газовая горелка титановая посуда кофе конфеточки то есть это я смогу покушать либо убрать как раз вот его еще один карман который на рпс ки вообще то есть когда я купил вначале какую-то специализированную рпс q мне она жутко не понравилась потому что в нее ничего неудобно класть вещи непосредственно когда она у тебя утилитарная то есть все подсумки там можно положить дымы и гранаты жрачку тент тент не надо положил воду воду не надо там еще что-то боеприпасы положил то есть более универсальные подсумки вот они должны быть даже если ничего не носишь вот они в сложенном состоянии есть и хорошо придет момент положишь что-то то есть они пригождаются это не моя прихоть это за долгие годы боевых операций как бы люди просчитали что им нужно и положили что касается китайских подсумков они конечно дешевые но я советую посмотреть за эти деньги что-то может быть русская бэушная там вот типа вот как подсумки вот такие вот в цифре либо искать уже на авито бэушные то-то разгрузки еще что-то за недорого продает дальше собственно хуже то есть если вы едете какие-то сборы игры в москву там куда-то еще вам понадобится вот такая вот сумище литров на 100 чтобы разместить ваше там оружие паек какие-то подарки мелочевка также убрать туда разгрузник дополнительные вещи рюкзак одеть на спину то есть когда ты приезжаешь это остается на базе это и это ты одеваешь собой одеваешь по погоде и отправляешься на тактическую игру там выполнять свои задачи да то есть там тренировку учения что-то еще сразу же хочу сказать такие вещи как 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 активные наушники не особо фонарик я взял на 21 маленький обычный другой на голову потому что брать тактические фонари чтоб светить далеко это только вот страйк более и как до этого надо дорасти еще потому что редко кто вообще играет ночью до прибора ночного видения тоже как бы если будет задумайтесь брать то дешевые в пределах трех тысяч рублей наиграетесь вот и там определитесь вообще ну так будет а нужен ли он вообще но всякие прицелы монокли фактические рукоятки там все это со временем для если есть возможность взять товарища попробовать поиграть а потом включить мозги и подумать а применяла ли ты эту вещь к чему я это вообще все говорю потому что это все очень дорого стоит и нужно начинать самого дешевого бэушного сказать что ты покупаешь одну вещь на всю жизнь нет даже боевые дорогие рюкзаки которые стоят двадцатку не будут с вами там всю жизнь то есть к этому надо поймут прийти понять и в этой в этом деле очень много ребят афилистов то есть я на своем веку повидал таких шаромыжников которые некоторые предлагают вам мы вам купим давайте деньги да то есть получаете вот либо китайский аналог либо просто приходит с вами магазин вы все покупаете они потом получают скидку или процент от того что привели лоха поэтому будьте внимательны думать своей головой вам в помощь видео на ю тубе посмотрите тему в которую вы лезете что в чем люди ходят как там воюют не воюют что использую такая но тут минимум давайте еще раз то есть это медицина и до связь боеприпасы все чпоксы вот эти вот там компаса там и прочее все это отдельно минимальная одежда термобелье удобная обувь простенький рюкзак все дальше я говорю через год-два когда вы едете в тему вы уже вот подкопите деньги там и станете более опытным и купите вот по минимуму одежды я показал надеюсь примите к сведению не будете хлопать ушами а также смотрите обзор на горные ботинки австрийские и пончо армии австрий через буквально пару дней она выйдет на канале